Выделение препарата из почек всегда сомнительное. Нам нужно, чтобы 95% выделение шло из почек. Мать двоих детей Ашата Сдоева ждала этого приема несколько лет. Ее шестилетний сын из Мои страдает рожденной патологией почек. Мальчик уже перенес пять операций. В ходе последней ему удалили почку. Однако сейчас отказывает и вторая. Под угрозой операции и младший сын Ашат Мухаммад. У мальчика тот же диагноз. Квалифицированные врачи из Татарстана, последняя надежда, признается женщина. После недолгой консультации врачи вынесли вердикт. Сашему нужно проэпидировать, а другого прообследовать дополнительно. Операции сказали, что неизбежно. Необходимость диагностической консультации детей с такими заболеваниями в нашей республике стоит уже давно. Поэтому руководство Минздрава Ингушетии уже не первый год предпринимает необходимые меры, чтобы дети могли проходить качественный медицинский осмотр. Это уже третий приезд. С каждым разом во время проведения этих консультативных приемов и оперативных решательств в нашей республике увеличивается. Сейчас они в течение следующей недели целой будут проводить оперативные решательства. Прием маленьких пациентов проводит детский хирург, уролог, андролог, профессор Нель Акрамов и Андрей Подшивалин. Методы лечения этих специалистов хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Не первый раз приехали в вашу республику и за это время она претерпела колоссальные изменения с открытием детско-республиканской клинической больницы, с открытием перинатального центра федерального значения. И я считаю, что это очень большой шаг в будущее детского здравоохранения республики Ингушетия. Те новые технологии, которые вводились здесь в прошлом году, в предыдущие наши приезды, они живые, они работают. И таким образом здоровье детского населения становится гораздо лучше. На сегодня врачами осмотрено и проконсультировано уже порядка 60 пациентов с патологическими отклонениями. 20 из них уже предварительно подготовлено для оперативного лечения. Весь цикл операций будет проводиться в отделении детской хирургии и республиканской больницы в течение следующей недели. Очень радостно, что здесь, на Ингушетской земле, начали использовать методику, одну из методик хирургического лечения, которую предложили мы в Казани. И при этом врачи очень довольны результатами этих операций. И это очень импонирует. Я думаю, что в будущем, если каждый год по какой-нибудь новой методике будет внедряться в республике, то я думаю, что перспективы для детской урологии, андрологии, перспективы для детской хирургии здесь шикарные. Подобные консультации в нашей республике будут проходить систематически, что позволит нашим жителям, не выезжая за пределы региона, получить всю необходимую медицинскую помощь. Жаральдат Холухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24.